Всем доброго времени суток. В этом ролике покажу упражнение на кроссовере для тех, у кого есть деформация грудной клетки. Как правило, это реперный горд сзади с одной стороны, спереди с другой. У нас в данном случае справа сзади, слева с передней. Что это значит? Горд, когда реперно маленько воплощается, и одна сторона чуть ближе. Что мы делаем? Мы цепляем ноги за нижний блок. Нам это важно, чтобы в мышце поясницы вся мышечная цепь работала от ягодиц до шеи. Нам нужно, соответственно, правую сторону сзади на плеч, поэтому правую руку мы держим верхний блок, ручку верхнего блока. А в левую берем на дырку. И нам нужно одновременно на выдохе прижать ноги к полу, левую руку к полу, а левую руку поднять. Попробуем делать выдох. Упражнение будет сложное. Здесь будет происходить в ротации. Нам это и нужно добиться, потому что любой рюберный горб, он формируется, и в том числе, параллельно с ротацией пазмоков вокруг своей вертикальной оси. И нам нужно это активно исправлять. Соответственно, если есть нарушение так же в пояснице, то мы однажды делаем и для поясницы. И тогда мы можем цеплять сразу не две ножки, в зависимости в какую сторону, друга, лево, вправо, а одну ножку мы цепляем за верхний блок. Если ножку поменьше поставим, чтобы нога не будет ослабить, мы цепляем. Вторую ножку мы цепляем за нижний блок. Вытягиваем, нам ничего не будет делать. И все то же самое. Держим. Нам теперь нужно будет, здесь опора будет немножко побольше, прижать ножку к полу, правую ручку к полу и левую к себе попробуем. Здесь будет немножко полегче, потому что в данном случае левая нога будет выступать в роли опоры, в кучке опоры. Но мы имеем в виду, что нам нужно самое главное, грамотно посмотреть все углы, все слабости и сильные стороны мышц, связок. Поэтому такие упражнения мы делаем после тщательной-тщательной диагностики. Поэтому благодарю всех за внимание. Будут вопросы, пишите, буду вам рад помочь. Спасибо. Спасибо.